Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. В имени Господи царя Давида и всю крутость его. Сегодня мы будем читать 34-й псалом. Псалом принадлежит Давиду и имеет соответствующее надписание. Псалом Давида. Мизмор ле Давид. И написан он был во время гонений от Саула. В 7 стихе с 12 по 15, в 19-20 Давид свидетельствует о своей невиновности, потому что царь Саул обвинял его в измене. 4 стихе рассказывает о том, что Давида хотели лишить жизни, а 7-й и 20-й о том, что против него строили козни, чтобы погубить его. И мы посмотрим, как этот псалом читается по септуагенте. Судей Господи, обижающих меня, побори, борющихся со мною. Синодальный перевод предлагает другую немножко композицию. Здесь говорится «вступись, Господи, в тяжбу стяжущимися со мною, побори, борющихся со мною». Вот эти слова и выражения, они заимствованы из судебного человеческого обихода, когда Бога приглашают вмешаться в процесс, который осуществляется между людьми, и чтобы Господь, как высший судья, изрек свое решение. По Масори перевод будет от Давида, Псалом, то есть «ле Давид», здесь отсутствует слово «мизмор», то есть Псалом, просто от Давида, «спор веди Господи с теми, кто спорит со мною, войну с теми, кто со мною воюет». И мы знаем, что синодальный перевод, официальный церковный перевод, он как раз отталкивается от двух переводов, от септуагента и от оригинального еврейского текста. «Возьми оружие и щит, и восстань на помощь мне». С одной стороны, Давид настаивает на судебном разбирательстве, а с другой стороны, он понимает, что нельзя этим ограничиваться, потому что враги не готовы судебным порядком решать свои тяжбы с Давидом, и Господу, наверное, потребуется вступить в настоящую борьбу за Давида. И он далее развивает эту мысль. «Обнажи меч и стань преградой против гонителей моих, скажи душе моей, я спасение твое». «Обнажи меч» — по-гречески это означает «иссуни, вылей, вынь из ножен». Вот такой как бы смысл. «И стань преградою». «Стань преградой» — по-славянски «заключи», «запри». «Сделайся неприступной для врагов стеною». Такие варианты с греческого предлагает Павел Юнгеров. И мы посмотрим, как это будет звучать по Массоре. «И обнажи копье и секиру на встречу моим преследователям, скажи моей душе твое спасение я». Как бы здесь мы видим призыв к Богу, чтобы он вмешался самым активным образом. Здесь уже судебное разбирательство лишено смысла из-за агрессии тех людей, которые борются с Давидом. И Давид жаждет, чтобы Господь сказал ему «Я спасение твое». Потому что, когда наше спасение в Господе, мы чувствуем себя абсолютно защищенными. «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да возвратятся вспять и постыдятся умышляющие мне зло». То есть противники Давида должны испытать посрамление, которое несет на себе Давид через несправедливые обвинения в его адрес. То есть Давид не требует по отношению к своим противникам больше того, что он сам терпит от них. Таким образом, он как бы воздает им меру за меру. «Да будут, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень, да, изгонит их». По-славянски здесь будет не слово «изгонит», а «оскорбляй». Буквально с греческого «вытесняющий», «выжимающий их». То есть ангел Господень, который борется за святых по воле Бога, он как бы постепенно, но достаточно уверенно оттесняет всех нечестивых от праведных. «Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень, да преследует их, ибо они без вины моей скрыли для меня пагубную сеть свою, напрасно поносили душу мою». «Без вины, то есть в суе, иными словами, Давид говорит, за мной нет никакого преступления, за которые можно было бы расставлять для меня какие-то сети, плесть какие-то интриги. «Да постигнет его сеть, которую он не знает из-за подня, которую он скрыл, да уловит его, и он пусть впадет в ту самую сеть». Ну, у Преосвященного Порфирия предлагается перевод «До постигнет каждого из них, а здесь по Юнгерову да постигнет его». То есть как бы текст выходит на одного противника Давида, то есть на самого царя Саула. Мы посмотрим, как это будет по еврейской массоре. «Пусть найдет на него, тоже вот единственное число, смута неведома, и его сеть, что скрыл от вида, поймает его в смуте, пусть он в нее падет». Иными словами, Давид продолжает развивать вот эту мысль, то, что злоумышляют против меня, пусть это их и постигнет. Но как бы не больше этого. «А душа моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его». Действительно, нам, христианам, приходится ощущать, как какие-то сети плетут против нас, интриги плетут против нас. Но если наше упование на Бога, то все это тщетно, все это в суе, и в конце концов мы возрадуемся о Божьем спасении. «Все кости мои скажут, Господи, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от руки, сильнейших его и бедного и убогого от грабителя его?» Что значит «все кости мои скажут»? Кости — это основание человеческого тела. Давид использует этот такой эфемизм, как бы говоря, «все основания мои, они основываются на Господе», потому что Господь есть тот, который сохраняет нашу крепость, нашу силу и нашу мощь. Подобные переводы и по Массоре «все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, кто избавляет бедного от того, кто сильнее его, и бедного, и нищего от его обидчика?» Здесь по Юнгерову саптуагинты «сильнейших его и бедного, и убогого от грабителя его». То есть гонимый всегда выглядит как бедный и убогий, даже если это царь в изгнании. «Восстали на меня неправедные свидетели, спрашивали меня о том, чего я не знал». Здесь мы видим как бы пророчество, которое указывает на Христа, помазанника, на которого восставали лжесвидетели и спрашивали о том, чего Христос не делал. «Воздали мне злом за добро и бесчадием душе моей». По-гречески это будет «забвение среди людей», то есть как потомство лишь, по мнению древних, могло сохранить в народе память о человеке. Поэтому Юнгеров предлагает перевод «Воздали мне злом за добро и бесчадием душе моей». Бесчадием, то есть отказали моей душе в продолжении ее существования, прежде всего имеется в виду в детях. Масаретский текст как бы не находит такого решения. «Плата мне злом за добро, утратой моей душе». Но в некотором смысле в еврейском прочтении добро, которое проистекает точно от Бога, это, конечно, наши потомки, наши дети. И благословение в Ветхом Завете означает прежде всего детей, которых имеют их родители. Поэтому, как Господь говорит в Писании, «Благословлю тебя всяким добром» имеется в виду прежде всего дети. А когда сказано «Служи Господу всей крепостью Твоею», крепость — это сыновья. Потому что в контексте Ветхого Завета мы видим, что сыновья — это крепость, добро — это потомки. Поэтому перевод по стоптуагинтия имеет смысл. «Воздали мне злом за добро и бесчадием душе моей». То есть меня отказывают в продолжении моего существования, которое в понимании древних, оно в детях. Об этом говорит Исаия 49, 21, 56, 3, 5, Иеремия 18, 21, Иезекия 36, 12-14. И эту точку зрения отстаивает Феодорит Кирский. И далее мы читаем 13 стих. «Я же, когда они притесняли меня, одевался во вретище и смирял постом душу мою, но молитва моя в недра моё возвращалась». Что значит молитва моя в недра моё возвращалась? Выражение её как бы неясно. Можно понимать, как внешний приём молитвы с наклонной на грудь недра головою или в смысле моя молитва выходила из недр и возвращалась в недра. То есть была хотя и молчаливой, но глубокой и внутренней. Вот такое решение предлагается в толковой православной Библии. Но, с другой стороны, молитва, которая исходит из недр, это из средоточия чувств. И то, что она возвращается в недра, она может возвращаться туда неким ответом от Бога. Всё-таки молитва предполагается, что это не монолог, а диалог. И когда мы обращаемся к Богу, то наши вопрошания, они возвращаются к нам некими ответами, которые мы получаем от Бога, особенно если мы с молитвой совмещаем изучение Слова Божия, на что я часто обращаю ваше внимание. Давайте посмотрим, как это звучит в еврейском прочтении. «Молитва моя, пусть мне в лоно вернётся». Молитва моя, пусть мне в лоно вернётся. И весь этот стих «А я, когда болели они, моей одеждой было вретище, я постом изнурял мою душу, и молитва моя, пусть мне в лоно вернётся». О чём это? Масора показывает, что Давид молился за других людей. Он молился даже за своих врагов. Но они по отношению к Давиду не ведут себя таким же образом. Поэтому он просит Бога, пусть моя молитва, обращённая к Богу, за этих людей, когда они были в тяжёлых обстоятельствах, она вернётся ко мне. Я просил для них благословения, но они несут мне проклятие. Поэтому пусть каждое моление моё, произнесённое за них, оно обернётся молением за меня самого. Потому что эти люди не отвечают добром на добро, они на это не способны. Это ещё одна позиция, но молитва моя в недра моё возвращалась. И далее мы читаем. «Как ближнему, так брату нашему, так я угождал». То есть он заботился об этих людях. «Подобно плачущему и сетующему я смирялся». «А они», то есть в противоположность Давиду, «против меня с весельем собрались, собрались на меня, наносящие раны, и я и не знал, разделились, но не смягчились». Афанасий Великий объясняет, что они разделились на разные партии, враждебные по отношению к Давиду и дружественные по отношению друг к другу. То есть это несколько было группировок, которые выступали против царя Давида. И далее мы читаем. «Искушали меня насмешливо, позорили меня, а скрежетали на меня зубами своими». То есть искушали насмешливо, по-еврейски это, наверное, мецахек, то есть ругатели, насмешники. «Насмешливо позорили меня, скрежетали на меня зубами своими». То есть настолько их злость была велика, что они как бы стирали в пыль свои зубы, когда скрежетали именно Давида, подобно каким-то диким зверям. Считается, что это очень такой точный прообраз неприязнь к Иисусу Христу, когда против него тоже скрежетали зубами и насмешливо пытались позорить его, когда о Христе говорили, он ест, пьет с мытарями и грешниками, он изгоняет бесов силой Вильзевула, князя Бесовского и так далее. «Господи, когда ты увидишь это, отстрани душу мою от злодейства их, от львов единородную мою». Вот этот текст можно понять так. «Отстрани душу мою от злодейства их, чтобы я вот на это их злодейство не отвечал таким же злодейством. Отстрани меня от подобного образа действий», как бы говорит Давид. «Прославлю тебя в многолюдном собрании среди народа многочисленного, восхвалю тебя». Давид хочет петь псалмы Богу в собрании верующих и не обращать внимания на эти партии и группировки, которые злоумышляли против него. «Да не торжествуют надо мною враждующие против меня неправедно, ненавидящие меня напрасно и перемигивающиеся глазами». То есть перемигивающиеся глазами друг с другом. «Ибо мне говорили они мирное, то есть как бы улыбались мне в лицо, но во гневе о коварстве помышляли». То есть их лицемерие было вот настолько явно. «Расширяли на меня уста свои по прославно-толковой Библии, они как бы улыбались устами в лицо мне». «Предлагается такое решение, такой комментарий. Говорили, хорошо, хорошо, видели глаза наши, то есть мы знаем твои проблемы. «Ты видел, Господи, не умолчи». То есть их намерения были другие, за их улыбками ничего хорошего не стояло. «Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, внемли суду моему, Боже мой, и, Господи мой, в тяжбу мою вникни». Опять вот эта юридическая тема идет о том, что Давид уповает на суды Божие, что Господь рано или поздно совершит тяжбу. Но тяжба совершается между одной и другой стороной. И Давид готов, чтобы Господь совершил тяжбу над ним самим. Поэтому далее он восклицает, «Суди меня, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, да не торжествуют они надо мною». Что значит «Суди меня, Господи, по правде Твоей», а разве суды Господни неправедны? Имеется в виду «по правде», то есть «по милости Твоей». Потому что правда Божия, она проявляется и в прощении грехов. Бог действует как бы двумя руками. Это Его божественное милосердие, которое как действие Его десницы, Его божественное правосудие, как действие Его закона. Но божественный суд не без милости, и милость не без правосудности. «А пусть не говорят в сердце своем «хорошо, хорошо, душа нашей», пусть не говорят «мы поглотили его». Потому что если бы они такое говорили, это было бы оскорбление Бога, потому что Давид — это помазанник Божий, а они злоумышляют против него. А как известно из Библии, те, которые касаются помазанников, они как бы касаются пальцем зеницы ока Господа. Так говорится в Писании. «Да постыдятся и посрамятся все радующиеся несчастьем моим, да покроются стыдом и срамом, величающиеся надо мною». И в окончании этой главы, 27-28 стих, «Да возрадуются и возвеселятся желающие оправдания моего». Оправдание — это опять юридическая категория. Оправдание — это значит признание полной невиновности. «Да возрадуются и возвеселятся желающие оправдания моего». То есть была группировка, которая поддерживала Давида. «Пусть говорят непрестанно, да возвеличится Господь». То есть «да возвеличится милосердный своими судами над Давидом». «Желающие мира рабу его». То есть были люди, которые желали Давиду мира. «И язык мой будет поучаться правде твоей весь день хвале твоей». «Правде твоей», то есть судам твоим. А суд Божий — это не без милости, значит, и милосердию твоему. И весь день хвале твоей. Вот такие красивые темы мы раскрываем в этом псалме, которые как бы судебное некое разбирательство, как бы некая тяжба между Давидом и нечестивым царем Саулом, который гнал его. Т辛ены тот YA. Триву. С foi. Триву. Продолжение следует...